Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ.Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну и, как всегда, в это время мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках. Тема сегодняшней программы – экономика в рецессии, индексы в минусе. Какие прогнозы на осень? Ну, такая романтичная тема, мне показалось. По крайней мере, по названию. Об этом поговорим сегодня. Но об этом и о многом другом, естественно. Я представлю гостей в студии Сухого Остатка сегодня Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест». Добрый день, Иван. Добрый день. И в студии Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела «Промсвязь банка». Добрый день, Олег. Добрый день. Уважаемые слушатели, телефон в студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, делитесь собственными мыслями на этот счет. Ну, ключевой фразой название я бы тогда подчеркнул в качестве ключевой фразы. Вот, что касается прогнозов на осень, напомню, последняя неделя летнего месяца, последняя неделя, последнего месяца лета, августа и уже, уже суббота у нас, по-моему, да, первое сентября. Ну и там дальше все. Так вот, какие прогнозы на осень, об этом мы тоже поговорим, я надеюсь. Итак, рисуем в начале нашего эфира традиционно, рисуем картину маслом. 15.05 в Москве. Итак, что же происходит на этих самых финансовых площадках, начиная, как всегда, со вчерашнего закрытия Соединенных Штатов Америки. Так, смотрим. Смотрим, 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 смотрим. Не обновляется у меня информация. О, получилось. Ну что ж, сегодня так единодушно. Все индексы, за исключением китайского, в красном цвете рисуются. Значит, закрытие американских индикаторов вчера, следующий, Dow Jones минус 4 десятых, S&P 500 минус 4 десятых, ну, NASDAQ в легком минусе 6 тысячных процентов, практически в нулевой отметке закрылся. Вот так отрицательно вчера, да, выглядела Америка. Азиатская сессия, Nikkei потерял 6 десятых процента, ну, вот Шанхай вырос на 3 десятых. Европа сегодня в минусе, FTSE 100 на 0,6 процента, индикаторы российского рынка и того, больше полтора процента в моменте теряет индекс РТС 1304, его текущая котировка, и ММВБ тоже в минусе 0,8 процента, 1374. Не удалось ему, да, постучаться в 1400, по крайней мере, в ближайшее время. Рубль продолжает слабеть, как уже вы слышали, сейчас. Сейчас за 1 доллар дают, сколько вы, я смотрю, на споте, 33 рубля 18 копеек. То есть тенденция продолжается. Смотрим на сырье и на рынок Форекс. Нефть марки Brent 111 долларов 90 центов. Прибавляет она, по сравнению с вчерашним закрытием, больше процента. Лайтсвит также, по крайней мере, в процентном отношении не отстает, тоже чуть больше процента. 107 долларов стоит бочка этого сорта. Золото вырвалось вчера вечером, по крайней мере, сегодня пытается продолжить. Вырвалось, да, из диапазона. 1412 стоит тройская унция, уже выше 1400 долларов за унцию забрался. Металл и евро-доллар сегодня, ну, наверное, можно сказать, тоже продолжает торговаться в диапазоне. 1,3346 сейчас его текущая котировка чуть-чуть снизился по сравнению со вчерашними уровнями. Ну, и голубые фишки сегодня в основном в отрицательной территории, ну, и вы будете смеяться. Наверное, Урал-Калий прибавляет 0,7% и выглядит лучше рынка нашего отечественного. А все остальные в красном цвете. И, значит, следующие цифры. Ну, давайте. Сбербанк больше процента, полтора процента Северсталь. Банк ВТБ почти процент. Аэрофлот минус 1,3%, Газпром тоже чуть ниже процента, МТС 0,2% снижается, рост телеком на полтора. Ну, что ж, вот такова картина маслом невеселая какая-то, как мне показалось, Дим, да? Или все-таки нормально? Можно найти оптимизм на нашем рынке. Кстати, возвращаясь к названию, вот тема прозвучала как экономика в рецессии, индекс и минус. Ну, понятно, что индекс в минусе мы видим, это экономика действительно в рецессии. Российская экономика. Ну, последние статганы говорят, что некоторые улучшения накиделось, да. Но в целом, конечно, последние прогнозы Минэкономразвития, в общем-то, логично скорректированы. Темпы роста ВВП с 2,4%. 2,4% на 1,8%. И в целом, это, в общем-то, отражает то, что пока что еще не удается в полной мере преодолеть вот эти негативные тенденции, которые бы наблюдались в первом полугодии. Ну, то есть, по факту мы будем видеть рецессию, видимо, да, по итогам третьего квартала? Ну, по факту, наверное, будет какая-то, с моей точки зрения, устойчивая ситуация. Все-таки есть некоторые факторы фундаментальные, которые препятствуют, в общем-то, восстановлению и выходу на, так сказать, как можно говорить, на траекторию устойчивого роста экономики. Вот, эти факторы, в общем-то, достаточно хорошо известны, вот, и они не только находятся, в общем-то, в области, так сказать, сырьевой, да, в цен на нефть и так далее, хотя, безусловно, они оказывают большое влияние. Но, в целом, конечно, ситуация, скорее всего, будет достаточно, скажем, волатильной, неустойчивой, месяцы позитивных трендов будут сменяться, да, месяцами, когда будут какие-то негативные тенденции. Это ты в прицеле до конца года, да, я так понимаю, рассматриваешь? Ну, в целом, как и для всего, в общем-то, мира, как мы видим, и в глобальной экономике также такие же неустойчивые тенденции, то июньская статистика показывала хорошие данные по США и, наоборот, слабые по еврозоне. И в последней неделе показала, что, наоборот, определенные улучшения есть в экономике еврозоны и, наоборот, статистика последняя по сектору недвижимости говорит, что не все так хорошо в американской экономике. Кстати, по поводу рецессии тоже мы, да, многократно говорили, что европейская экономика находится в рецессии, но вроде бы уже и есть сигнал о том, что она может выбраться, да, и к концу этого года уже, так сказать, показать какие-то ростки восстановления. — Олег, вопрос какой, смотри. Ну, наверное, это очевидно, да, что много факторов влияют на и российский рынок, и на экономику в целом. Ну, один из ключевых — это цены на нефть, на сырье. И сейчас мы видим, что достаточно высокие эти цены, не просто они стабильны, как мы многократно с вами раньше говорили, да, сейчас даже подрастают, видим, по какой-то причине, и может ли это поддержать, ну, хотя бы краткосрочную российскую экономику? — Ну, да, мы это и видим, что нас поддерживают. Цены на нефть важные, но если смотреть на индекс РТС, то, скорее, его поведение в последние месяцы похоже на динамику цен на медь, я бы так сказал. — А с чем это связано? — Я думаю, что это случайное совпадение. — Я понял. Ну, неоднократно говорили, да, что традиционные корреляции в последнее некоторое время, потому что я не знаю, кто-то год, кто-то три, традиционные корреляции не работают, да, раз коррелированные индикаторы всех финансовых рынков, вот, может быть, здесь та же самая история. — Вполне вероятно, да, что мы попали в некоторое особое состояние, в котором российский фондовый рынок еще не находился до этого. Я имею в виду, что фактически вот тот уровень по индексу МВБ, который мы сейчас имеем, он соответствует, наверное, 2006 году, если вот просто горизонтальную линию провести, посмотреть, когда он первый раз оказался на этом уровне. Но в действительности есть такой эффект, как инфляция, и если его учесть, то, по сути, в реальных ценах все это гораздо ниже. И это год 2003-й. Причем, если построить, опять же, индекс МВБ с учетом инфляции, то мы фактически уже третий год снижаемся от максимумов, которые были достигнуты в 2011 году. Это определенное испытание для инвесторов, для участников рынка, видеть цены, которые в реальном выражении соответствуют десятилетним ценам назад. Поэтому есть определенные, конечно, проблемы и трудности. Обороты торгов, как вы видите, они очень маленькие. Кстати, проблемы и трудности лежат в психологической плоскости. Вот я твою фразу повторю. Очень больно смотреть инвесторам. И в психологической плоскости, и в реальности, потому что инфраструктура живет за счет каких-то комиссионных вознаграждений. Если комиссионные вознаграждения падают, обороты торгов падают, то, соответственно, мы видим ухудшение качества. Обслуживание. Обслуживание по многим брокерским компаниям. Некоторые начинают сворачивать свою деятельность, уходить с рынка. Вот, к сожалению, это... Ну, прям так именно уходить или просто каким-то образом затягивать пояса там... Затягивать пояса, да. Увольнять сотрудников. Я не буду пересказывать газетные статьи на это дело. То есть мы не будем перечислять, да, как можно утянуть пояс, что для этого нужно сделать. Да, конечно. Поэтому тут и в целом энтузиазм инвесторов достаточно невысокий. Есть какой-то, конечно, позитив там в облигациях. Там жизнь живет, купоны люди получают. Ну, в отношении акций очень мало российских бумаг находятся вблизи своих исторических максимумов. Их можно пересчитать по пальцам. И скорее рынок настроен депрессивно. И выход из этого, наверное, произойдет не очень скоро. Не очень скоро. Хорошо, я понял. Мы сейчас прервем все новости, послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест». И Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела «Промсвязьбанка». Ну, как всегда, мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. Телефон студии 6510-996, код Москвы-495. Сайт компании «Финам.фм». Ну, и возвращаясь к теме, кстати, да, вот опять мы об экономике российской и о рецессии, точнее, ее, возможно, и заговорили. И я так понимаю, Олег, все же это исключительно формальность некая, да, то есть то, о чем ты рассказывал, для того, чтобы констатировать рецессию, нужно увидеть снижение ВВП на протяжении. Два квартала подряд. Я думаю, что этого до конца года не случится, и поэтому рецессии, как чисто статистического феномена, мы избежим. Хотя, конечно, рост российской экономики в 1,8 или 2 процента является недостаточным для ее развития. И если сравнивать с тем ростом, который они показывали несколько лет назад, то на этом фоне, конечно, темпы роста очень низкие. И происходящее, я бы назвал, стагнацией, нежели рецессией. Ну, а вообще, корректно сейчас, вот в нынешние времена, Дим, сравнивать рост экономики, ну, и даже не только российский, да, с прошедшими какими-то двумя-тремя-пятилетними давностями? Ситуация, наверное, в экономике немножко другая, конечно, вот. Вот какие-то есть и положительные изменения, есть и негативные изменения, вот. Но я думаю, что действительно раскалеряться, вот прямой связи между состоянием экономики и состоянием фондового рынка нет. Как мы знаем по истории российского фондового рынка, я помню, вот 97-й год, когда ситуация в экономике была, ну, хуже, чем на порядок, чем сейчас. Но рост был, по-моему, там чуть ли не в два раза индекса. Поэтому здесь, как бы, прямой связи нет, но, так сказать, безусловно, ухудшение ситуации, оно будет оказывать давление на инвесторов и будет препятствовать, помимо прочих факторов, препятствовать, в общем-то, входу в даже подешевевшие фундаментальные бумаги. — Ну да, то есть, если говорить сейчас, да, сравнивать российский фондовый рынок, Олег, да, то многие инструменты сейчас, ну, как минимум, дешево по сравнению с своими иностранными... — Историческими, да. — Да, историческими данными, иностранными аналогами. И тем не менее, инвестор уходит и уходит, иностранные инвесторы уходят с российского рынка, а то капитал продолжается, ну, и, наверное, да, пока никаких... — Пока мы не видим признаков разворота капитала в сторону российского рынка, и это по разным источникам, и то же самое, иностранные участники, нерезиденты, они не любят заходить в активы, в которых валюта обесценивается, потому что они, фактически говоря, теряют на этом. — Ну, если вы покупаете, да, акции за рубли, имея доллары, то сначала надо перевести их в рубли, подождать, пока они в рублях вырастут, а потом обратно из рублей перевести в доллары. — Ну, уже по менее выгодному курсу, да? — По менее выгодному курсу, и вы на этом потеряете. — Ну, я думаю, профессиональный инвестор все равно, он как-то валютные риски-то хеджирует, да, для этого тоже существует много инструментов, может быть, это и причина, но, наверное, не основная, да, снижение. — Причин, как всегда, много на российском. — Ну, а вот в этом смысле тогда интересно ваше мнение, Дима. Действительно, анток капитал продолжается, российский рынок и, наверное, развивающиеся рынки, да, мы соберем в кучу, они становятся неинтересны глобальному инвестору. А куда деньги он свои сейчас, по крайней мере, перемещает? Ведь Америка, ну, последние там несколько, да, недель уже не растет, ну, исторических максимумов не было, и мы так видим, формирующуюся коррекцию может быть уже, да, назревшую, кто-то там про 1500 уже с чем-то. Ты, по-моему, писал про 1500, нет? — Я... — Ну, не помню. — Про что? — Про СНП-500, я имею в виду. — Нет, я таких слов не говорил. — Извини, пожалуйста. Куда деньги-то дима? — Сейчас ситуация такой неопределенности мы видим на рынке, не только на российском, но и глобальном. То есть, с одной стороны, безусловно, все находятся в ожидании, когда будет сворачиваться QE3, есть различные сигналы, причем противоречивые, поэтому сложно определить, когда, собственно, это начнется, и когда нужно из акций выходить, входить в облигацию. Поэтому этот процесс, в общем-то, не идет глобально, но идет фрагментарно. Собственно, это то же самое происходит и на российском рынке. Деньги выводятся, но, так сказать, не каких-то, чтобы получить четкие сигналы инвесторов, куда идти, куда вкладываться сейчас. Пока их нет, я думаю, что инвесторы, в общем, в большинстве своем выжидают. — И выжидают, прежде всего, сигналы от Федрезерва, правильно я понимаю? — Главным образом, да. То есть, это такие глобальные крупные потоки. Ну и в целом, собственно, более мелкие инвесторы также смотрят за этой ситуацией и смотрят за крупными инвесторами и также, я думаю, избегают каких-то серьезных движений и пытаются спекулировать в каких-то отдельных сегментах. Поэтому, вот, я думаю, что сейчас основная тема — это, собственно, когда будет вот эта смена тренда, смена парадигм и вот уже от этого инвесторы будут строить свои стратегии. — Я понял. — Смотрите, Олег, еще один момент. Ну, по мнению некоторых, да, аналитиков, некоторых профессионалов рынка, у США буквально в этой осени уже опять может проблема потолка государства долго возникнуть. — Ну, эта тема, да, опять всплывает. Ну, они сколько раз ее решали и, наверное, опять каким-то образом... — Успешно решат. — Да, придут к консенсусу. — Ну, то есть, с этой стороны, да, мы никаких опасений, в принципе, ждать не должны, как мы полгода назад с вами разговаривали, да, когда была история предыдущего потолка, и вот вокруг этого, значит, что, как, почему, договорятся, не договорятся. — Я думаю, тут надо смотреть на рейтинговые агентства, они первые, видимо, пронюхают, если что-то в этом плане будет их беспокоить, они начнут там предупреждать делать какие-то заявления и тому подобное. — Ну, история может опять породить какой-то всплеск волатильности, но как потом, вот сколько раз мы увидели уже с этими историями потолка, как госдолга, после некоторых колебаний ситуация успокаивается, и все возвращается на круги свои. — В принципе, на осень очень много волнительных и важных событий, как мы видим. — Вот-вот-вот, да, давайте, как раз мы все-таки заявлены в теме, что мы будем некие прогнозы давать, ну, бог с ними с прогнозами, осень, чем будет знаменательно для финансовых рынков? — Ну, сентябрь, если говорить про Соединенные Штаты, это, наверное, прежде всего, решение ФРС по сворачиванию своих мер стимулирования экономики. — И большинство руководителей, вроде бы, как высказывается за то, чтобы начать, но окончательно сроков они еще не называют, и ориентируются на выходящие данные макроэкономической статистики. — И если не будет в ближайшее время каких-то откровенно негативных данных, то вполне возможно, они могут объявить о своем решении уже 18 сентября, и, видимо, где-то на этот период и придется основная рыночная волатильность. — Если брать Европу, то тут ситуация в Германии, выборы, опять же, 20 числа сентября, скорее всего, Меркель снова останется у власти, и тут, наверное, не будет никаких сюрпризов. Но могут начаться потом какие-то действия, связанные там с Грецией, с Испанией, которые сейчас морозятся в определенном смысле для того, чтобы... — Ну, а Греции опять, да, где-то вот я буквально два дня назад уже где-то... Слово мне это попалось, да, в лентах новостей, опять возникают проблемы там? — Опять возникают проблемы, видимо, Греции понадобится очередной пакет финансовой помощи, туда поедет представительная комиссия из числа ее кредиторов, будет изучать ситуацию. Но я думаю, что до выборов в Германии эта ситуация будет всячески морозиться для того, чтобы не беспокоить... — Да, не нагнетать, чтобы... — Да, ситуация. Вот. В Италии, безусловно, с Берлускони история о том, что может начаться правительственный кризис очередной. Если партия Берлускони объявит о своем выходе из коалиции, то в результате случится отставка правительства, возможно, новые перевыборы. И это может каким-то образом пошатнуть ту стабильность еврозонии, которая была достигнута. — Соответственно, вот несколько точек... — Кстати, возвращаясь, да, в самом начале мы заговорили о рецессии, когда начали разговор о российской, говорили о том, что вроде бы, да, и рецессия в Европе пройдена, и есть основания надеяться, что она выходит. Вот эти политические риски, они никак в разрез им не идут с тем, что показывает экономическая статистика? — Ну, я думаю, что все-таки рецессия в еврозоне продолжается, то есть есть какая-то волатильность в плане показателей, но общий тренд остается прежним, то есть ситуация экономики еврозоны ухудшается среднесрочно. — Ну, вот последние PMI, по крайней мере, да, выходили? — Да, ну, я бы объяснил это тем, что все-таки этот рост поддержан за счет экспорта в США, то есть улучшение ситуации в США повысило спрос на экспорт, и еврозон, как основной торговый партнер, также продемонстрировал улучшение. Поэтому я думаю, что здесь эта мера поддержки, она такая все-таки искусственная и будет носить недлительный характер. Поэтому я думаю, что уже в втором полугодии вот эти тенденции негативные, они возобновятся. Поэтому, думаю, в целом Америка по-прежнему будет лучше Европы до конца года. — Министр финансов Германии даже на прошлом деле, по-моему, заявлял, что и ставку мы можем поднять уже, настолько, видимо, все хорошо в Европе. — Ну, нет, он скорее говорил о том, что Европейский Центробанк держит ситуацию под контролем, и в случае чего, если появятся инфляционные риски, он, конечно, может поднять. Но пока это противоречит заявлениям того же главы Центробанка Европейского о том, что они собираются удерживать ставку на низком уровне продолжительное время. Какое бы продолжительное время он ни сказал, ну, я думаю, что все-таки он исчисляется не днями, а месяцами там или кварталами. — Совершенно верно. Ну, то есть вот это заявление, да, это, так сказать, сигнал инвестору, да, что у нас вожжи в руках, что называется, мы все что угодно можем, да, в зависимости от того. Кстати, если говорить об инфляции, на ваш взгляд, где быстрее-то все же, да, инфляция будет расти, в Штатах или в Европе? — И все-таки, да, и Федрезерв ставит задачу сюда, чтобы инфляция подрастала, да, это будет позитивным, естественно, сигналом и сигналом для сворачивания КУЕ-3. — Ну, с учетом того, что вот, по моим оценкам, все-таки экономик США выглядит лучше евразованной, да, и эта ситуация будет продолжаться до конца года. Я думаю, что ситуация с потребительским спросом в США также на втором полугодии будет хорошей, несмотря, так сказать, на возможные, вот, опять-таки, волатильности вот этих показателей. В июле там, по-моему, индекс Мичиганского университета потребительской уверенности будет на максимуме с сентября седьмого года. — Я понял, Дмитрий, спасибо, мы сейчас новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, обсуждаем текущую ситуацию в российской экономике и, естественно, во всем оставшемся мире. И традиционно прогнозы на осень, вот, заявленного, крайне сегодня, в теме нашей программы, ну, попытаемся дать прогнозы, как минимум уже сказали, да, проанонсировали, точнее, да, или начали анонсировать, Олег, основные события этой осени, их достаточно много, и, естественно, все они будут оказывать непосредственное влияние на интересы инвесторского сообщества. Еще раз я напомню, сегодня в студии сухого остатка Дмитрий Обеденков, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Русинвест» и Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела «Промсвязь банка». Телефон в студии 6510-99, код Москвы-495, сайт компании «Финам.ФМ». Дим, ну что ж, продолжим, и так, вот, вернем к статистике по Соединенным Штатам Америки, все-таки, на твой взгляд, да, восстановление там гораздо убедительнее. Да, с учетом более активного восстановления потребительского спроса, я думаю, что темпы инфляции, хотя сейчас они весьма уверены, и там речь идет даже о том, что они недостаточны для того, чтобы поддержать вот тот экономический рост. Я думаю, что с точки зрения восстановления темпов инфляции, Соединенные Штаты более в выгодном положении находятся, то есть опережают его. Вообще, в целом, если говорить по трендам, да, то сейчас создается такое впечатление, вот если посмотреть на рынок металлов, да, и вообще на фонды, мы можем видеть какое-то такое формирование такого двойной вершины, вот, мы видим по золоту восстановление идет до уровней... Двойного дна тогда уже, что ли, нет? Двойной вершины. Нет, двойной вершины, то есть... То есть все падает? Ну, сейчас идет восстановление вверх, определенное, скажем, по металлам, по серебру, хорошее восстановление. Формируется, да. Формируя, как бы, второй заход вверх, то есть такой двойной вершины и с возможной коррекцией в осень, когда уже вот те риски, о которых мы и говорили, то есть это повышение сворачивания КУИ. Смотри, а вот вернемся к сворачиванию КУИ, ну, дай бог, не дай бог, в общем, посмотрим, как будет, но тем не менее, если представить, что американская экономика показывает, да, целевые вот эти уровни восстановления своего, ну, безработица, инфляция прежде всего, и Федрезерв принимает решение свернуть КУИ-3, ну, может быть, частями, как они заявляют, там, по 10, по 20 миллиардов, ну, сразу вряд ли, да, сразу. Кран перекроют. Кран перекроют, да, вряд ли, совсем будет, не по-человечески. Так вот, к чему приведет это, да, движение, с одной стороны, это позитивный сигнал, американская экономика восстанавливается, значит, денег-то, ну, так много, по крайней мере, больше не надо, а к чему приведет это, на, какая реакция будет на рынках фондовых, в частности, на рынках сырья, ну, вот, на финансовых площадках, это ведь для, именно для спекулятивного капитала не позитивно, Олег? Я думаю, да, ну, реакция будет зависеть от темпов сворачивания ФРС своих стимулирующих мер. Мне кажется, что, если их резко вот так вот возьмут, и кран перекроют, то может случиться на рынке обвал. Но, я считаю, это маловероятным, и, скорее всего, ФРС будет по чуть-чуть и аккуратно, там, до середины следующего года уменьшать. Ведь теперь речь не идет о том, чтобы забрать деньги, пока речь идет о том, чтобы уменьшить их приток всего лишь. И, соответственно, регулируя вот этот краник, я думаю, что мы увидим какую-то волатильность, возможно, типичную для осени на рынках, но каких-то катастрофических событий, в случае отсутствия, там, военных действий или прочих каких-то катаклизмов, не должно произойти, потому что и американская экономика себя чувствует достаточно неплохо, и европейская начала постепенно выбираться из рецессии. Кстати, вот вы спрашивали, куда идут деньги, да? Может быть, деньги сейчас идут чуть-чуть в Европу, поскольку достаточно интересно это после вот этих всех европейских проблем и уровней по доходностям бумаг европейских. Привлекательно все, да? Да, если сравнивать, потому что Америка выглядит уже достаточно дорого, если брать и фондовый индекс. Перекуплено, да. А в Европе есть на что посмотреть, присмотреть. Ну, и тем более, есть определенная напряженность на Ближнем Востоке, соответственно, это может как-то сказаться... Ты два раза повторил, если не будет войны, если не будет войны, ты имел в виду именно вот эту вот напряженность сейчас? Я имел в виду напряженность вокруг Сирии, потому что последние заявления со стороны Соединенных Штатов Америки говорят об их намерении вмешаться в этот конфликт в том или ином виде. Я не думаю, что они лично там будут что-то делать, но вполне могут усилить свою поддержку там каких-то кругов, которые будут расширять этот конфликт. Да, пару дней назад все-таки достаточно воинственные заявления от официальных лиц Соединенных Штатов Америки, мы могли предположить, что они лично туда могут. По крайней мере, да, какая-то военная эскадра уже там на готове была. По-моему, британцы даже вчера уже выдвинули там пару кораблей ближе. Ну, то есть вот именно эта напряженность, да? Кстати, если говорить о высокой цене на нефть, то в конечном итоге именно вот этот геоприотический фактор сейчас ее удерживает и даже толкает вверх, правильно я понимаю? Да, я абсолютно согласен с этим, что действительно вот та премия за риск, которая вот заложена в текущие цены на нефть, а то, что они выросли, ну, за последний месяц по бренд вошли в зону выше 110 долларов за баррель, я думаю, что в значительной степени это вот именно эта политическая составляющая. Но если говорить вот по ситуации в Сирии, то, на мой взгляд, здесь даже с точки зрения вот этой премии, скажем так, для поддержки цен на нефть больше влияния оказывала ситуация все-таки в Египте, поскольку там основные транспортные пути и был риск, значит, Суэцкого канала. Перекрытие, да. То вот, скажем, фокусирование внимания мировообщественной ситуации в Сирии в какой-то степени может ослабить остроту проблемы в Египте, и с точки зрения вот этой вот политической составляющей, влияние на цены на нефть будет меньше. То есть опасность того, что какая-то будет перебой поставок, может быть меньше. То есть поскольку, ну, так сказать, участвовать в конфликте и в Сирии, и в Египте, это слишком затратно и вряд ли возможно. Поэтому с точки зрения вот именно вот этой составляющей, то, что... Геополитической. Да, геополитической. Все-таки сейчас благоприятную сторону для потребителей цены нефти, нежели для... То есть давление на цены на нефть может усилиться. Ну, а в свою очередь высокие цены на нефть, они поддерживают как минимум рубль, ну, вот сейчас, в нынешнем моменте, да? Российский фондовый рынок тоже, поскольку... Он не сильно падает, да? Опять, если сравнить российскую действительность, да, на рынке, на фондовом, либо на валютном, с, опять, событиями недалекой давности, да, недавними событиями на развивающихся рынках, вот мы говорили об Индии, об Индонезии, да, о Бразилии, собственно, национальные валюты этих стран, да, показали достаточно сильно. Ну, и мы все помним, как может падать российский рынок. В последнее время он скорее сползает, нежели падает. Вот, поэтому тут, безусловно, мы видим поддержку со стороны... Со стороны нефти? Со стороны нефти. А вот если поддержка эта по какой-то причине исчезнет, то... Мы можем свалиться, я думаю, еще ниже, то есть, уровень, там, 1150 или 1000 пунктов по индексу МВБ, при каком-то негативном развитии событий, на мой взгляд, вполне достижимо. Вполне достижимо. Дим, ты думаешь так тоже? Что можем мы увидеть, да, еще? Я думаю, что да, вслед, если будет действительно коррекция вниз на глобальных рынках, в Европе, в Штатах, то вряд ли на этом фоне мы покажем рост. И в условиях даже низкой, в общем-то, ликвидности, вот сейчас, в связи с отпусками, да, обороты низкие. Не менее, вот этот вот рост цен на нефть, хотя он и поддержал, вот нефтегазовые бумаги, если мы посмотрим, вот прошлую неделю, там, нефтегазовый сектор был, металлургический сектор, отраслевые индексы МВБ были лучше. Вот. Тем не менее, все равно, вот, скажем так, снижение цены на нефть, безусловно, окажет давление. И дополнительное давление. Ну, то есть, можно сказать, что высокие цены на нефть, они просто не дают сильно, как правильно Олег сказал, не дают сильно упасть, да. Как только этот фактор исчезнет, то и будьте любезны. И, кстати, по рублю мы можем увидеть тоже, да, более резкое движение, сейчас все-таки относительно стабилен. Тут прямой канал экспортера продает свою выручку и таким образом стабилизирует. Поддерживает, да. Да, а если усилится волатильность, усилится отток капитала из России, соответственно, баланс сместится в сторону большего интереса к валютным. А где можем увидеть пару долларов, Олег, на твой взгляд? Вот в худшем случае, да, если действительно поддержки уже не будет ни внутренней, ни внешней? Да, мы ходим в боковом диапазоне 32,75-33,25. Соответственно, если мы выйдем из него вверх, я думаю, что это может произойти в сентябре, тогда куда-нибудь сходим в 34. В сентябре это произойдет потому, что поддержка вот эта, о которой сейчас мы говорили, уже... Ну, в том случае, если цены на нефть начнут снижаться, да, завершится период налоговых платежей, который традиционно увеличивается спрос на рубли. И в этом случае мы вполне можем увидеть еще один всплеск доллара к рублю, который, вот, оттолкнувшись, если возьмет 33,25 уровень сопротивления, ну, куда-то в район 33,50, 34. Ну, это уровень, они уже были, там, когда-то было. В 13-м, да. Поэтому тут нельзя сказать, что это какой-то там вал рубля и... Девальвация. Девальвация. Это обычные колебания в некотором... Ну, если брать, да, если брать начало года, то мы, да, в районе 30 за доллар, ну, не мы, рубль торговался в районе 30, сейчас мы видим 33, вот вам уже... Это нормальное колебание? Я думаю, что да, если посмотреть... За полгода сколько там, 10 процентов? Наши партнеров по странам Брик, Бразилия, Индия, то там... Все гораздо хуже. Все гораздо хуже, валюты их ослабляются гораздо более высокими темпами, то есть там речь идет не о 10 процентах, а о 20-30 процентах. Вот, конечно, стабильность себя чувствует Китай в этом смысле, его валюта постепенно к доллару укрепляется. Ну, извините, у него золотовалютные резервы. Ну, конечно. У него возможности гораздо больше. Триллиона долларов, поэтому... Ну, и нас тоже достаточно большие валютные резервы на уровне 500 миллиардов долларов. Надо сказать, что резервы постепенно в странах Брик-то сокращаются, но не очень высокими темпами. Если брать за момент отчета, вот Майк, когда Бернанке заявил о том, что будут они сворачивать свои программы... Первый раз он, да, более-менее так точно по этому поводу. Начался отток капитала, то с того момента, если брать по России, Индии и Бразилии, совокупные золотовалютные резервы уменьшились всего на 3 процента. А если сюда пропульсовать Китай с его громадными золотовалютными, то там 1,5 процента. То есть, в принципе, пока... Есть чем защищаться, да? Есть чем защищаться, да, развивающимся странам, и они не торопятся это делать. То есть, все рассматривается как, ну, обычные, в общем, колебания, я имею в виду по отношению к рублю. Ну, пока еще, да? Пока еще, да. Конечно, Центральный банк проводит интервенции, и эти интервенции весьма ощутимы. Там он продает по 200, по 400 миллионов долларов, это мы видим, согласно. И постепенно сдвигает коридор наверх. Но это не то, скажем, ослабление рубля, которое мы видели там в 2008 году. По крайней мере, не такое резкое движение, да? Дим, ты вообще смотришь, куда по паре доллар-рубль? То есть, продолжится тренд ослабления рубля, на твой взгляд? Я думаю, что... Учитывая какие-то прогнозы ближайшие. Сейчас мы вот щупаем такие вот локальные максимумы по рублю. Я думаю, что все-таки... 33-25... Дополнительных факторов для еще его большего обесценения, я думаю, нет. В целом, ситуация текущего года очень сильно поминает ситуацию прошлого года, когда также мы за первые полугодия увидели существенное обесценение рубля к доллару, но потом... Сезонность некая, да? Да. Многое будет... Сейчас прервемся, сидим еще раз. Новости на Финам. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. В студии сегодня Дмитрий Бединков, начальник аналитического отдела институтной компании «Русинвест» и Олег Шагов, заместитель начальника аналитического отдела «Промсвязь банка». Ну, как всегда, текущая ситуация в экономике, на финансовых рынках. Дим, прервал я тебя. Пошли на новости когда и по поводу рубля. Ожидание очередного заседания ЦБРФ, оно в твоих глазах, по крайней мере. Да, если, безусловно, есть определенные ожидания от того, будет ли снижение процентной ставки, вот, если действительно Центральный банк России будет двигаться курс по смягчению кредитно-денежной политики, то это, конечно, создается дополнительный фактор давления на рубль. Но, возможно, что вот тот курс, который сейчас мы имеем, достаточно слабый относительно, исторический, то он в какой-то степени уже отражает это решение. И, возможно, что, наоборот, мы увидим какое-то локальное небольшое укрепление. То есть, после того, как Центральный банк снижает процентную ставку, мы даже увидим, можем увидеть точнее, да, и укрепление. Не сразу, но через какое-то время, поскольку, в общем-то, в какой-то степени, вот, сейчас ослабление рубля, в какой-то степени отыгрывает вот эти вот действия Центрального банка по смягчению кредитно-денежной политики. Это мы сейчас говорим, прогнозируем, да, в какой-то степени следующее сентябрьское заседание Центрального банка. Правильно я понимаю? Олег, на твой взгляд, Центральный банк пойдет на снижение процентной ставки? Я думаю, это будет зависеть от инфляции, потому что Центральный банк хочет вписаться в целевой диапазон, который определенный, и понимает, что если он предпримет какие-то шаги, то это может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях, и под конец года подстегнуть инфляцию. Поэтому я думаю, что он будет крайне взвешенно и аккуратно подходить к вопросу повышения или снижения процентных ставок своих. Скорее я жду некоторого снижения этих процентных ставок. В этом году уже? В этом году. Но я думаю, что этого может и не случиться, если инфляция будет оставаться высокой. Ну, учитывая, что Центральному банку предложили еще отвечать в какой-то степени за экономический рост, вот, если не снижение процентной ставки, то какие пути еще этого экономического роста могут быть найдены, на твой взгляд? Я думаю, что это какие-то структурные меры. То есть, Ахилисова пята нашей российской экономики, это ее сырьевая ориентированность. Безусловно, нужно предлагать какие-то мероприятия, связанные с тем, чтобы увеличивать объем, который вкладывает малый и средний бизнес в российскую экономику. Промышленность, в смысле, там, машиностроение. Ну, то есть, все, что не касается, да, добычи? Все, что не касается добычи сырья и продажи его за рубеж. За рубеж. Да. Хотя, в принципе, да, существует мнение, что это как раз некое наше статистическое преимущество, да, по сравнению с многими другими, в том числе развивающимися экономиками. Дим, как ты смотришь на эти вещи? Ну, я в целом соглашусь, что меры стимулирования могут быть различные. Не только более доступный кредит, да, но и какие-то меры более адресные, то есть, поддержки конкретных отраслей, повышение конкуренции в этих отраслях, снижение. Ну, и не сырьевых отраслей, я так понимаю, да? И не сырьевых, и сырьевых, в том числе, да, стимулирование конкуренции, ограничение роста тариф естественных монополий. То есть, эти меры, они, в общем-то, в той или иной степени проговариваются. Нужно, чтобы они были оформлены в какую-то единую политику. И, в общем-то, ситуация, наверное, требует уже этого, чтобы были меры, так сказать, системные. Ну, да. Вот. Ну, безусловно, большое влияние будет оказывать ситуация на внешних рынках, ситуация на сырьевом рынке. Конечно, я не прогнозирую какой-то существенной коррекции цен на нефть в этом году. Думаю, что мы можем вот на тех факторах ослабления политических рисков несколько скорректироваться вниз. Но, в целом, вот эта политическая составляющая, как бы политическая премия, она будет присутствовать, я думаю, до конца года. И, в целом, она поддержит. Как минимум ниже стата мы не увидим, да? Бренд. Да, я думаю, что да. Ниже 100 долларов за баррель не увидим. Хорошо. А если еще вот такую тему, Олег, мы обсудим. О сырье мы поговорили с точки зрения цен на нефть. Поговорим о металлах промышленных и, соответственно, близость к этой идее экономики Китая. Вот она тоже, да, мы говорили последние две недели. Китай статистикой своей пока имеет, да, указывает на то, что дальше, скорее всего, он валиться уже не будет. Он нащупал под ногами некую опору. И это рождает оптимистические настроения участников рынка. Дальше ему только восстанавливаться, ну, а, соответственно, и спрос на сырье. Вышедшие последние данные по деловой активности в китайском промышленном секторе показывают на некоторое оживление ситуации. Растет спрос со стороны Китая на металлы. И поэтому мы видели некоторое оживление и на нашем фондовом рынке в отношении акций металлургических компаний. Вот, я думаю, что Китай уложится в те целевые ориентиры 7,5% по ВВП, может быть, даже как это обычно бывает. Чуть больше? Да, даст переуполнение плана. Плана, да. Вот, ну, в целом это не снимает опасения относительно возможного ухудшения ситуации в экономике Китая в будущем. То есть в этом году они, видимо, справятся и все будет замечательно. Ну, что будет потом? Ведь, по сути дела, китайская экономика, это как велосипед. Она устойчива до тех пор, пока едет. Стоит ей остановиться, она тут же упадет. Вот, и в этом случае, конечно, поведение цен на металлы... Но она едет-то в любом случае, она, мы, по крайней мере, в последнее время говорили, что она все медленнее и медленнее едет. Едет, едет, едет. А есть такая опасность, что она вообще встанет, да, и ехать? Есть, конечно, потому что она уже долго так едет. Замедляясь. Да, замедляясь. В этом смысле, Китай, я думаю, что имеет еще какие-то внутренние резервы, в том числе и для стимулирования своего внутреннего спроса. Имеет громадные золотовалютные резервы, которые при разумном использовании могут продолжать подпитывать и поддерживать его рост. Вот, но где-то вот, наверное, все-таки он будет таким вяло-затухающим. Вяло-затухающим этот рост. Все же. Хорошо, ну и последние пять минут у нас осталось. Дима, Олег, если можно, давайте попытаемся в ближайших перспективах смотреть российский фондовый рынок все-таки. И, учитывая начало активного делового года, сентябрь, да, окончание летнего периода, может быть, действительно, если не внешние, то внутренние инвесторы активно придут на российский рынок. Кстати, возвращаясь к проблеме, да, профессиональных участников рынка, может быть, и здесь мы увидим небольшое оживление. Да, мы надеемся на то, что осенью будет какое-то оживление, и внешний фон этому будет способствовать, потому что российский рынок, он любит впитывать волатильность со всех остальных рынков. Он впитывает там из американского рынка, на котором ожидаются важные события, которые, наверное, вызовут всплеск турбулентности и на европейских рынках. Как я уже говорил, это и события вокруг Италии, и в Германии, и вопрос греческий опять осенью. То есть, учитывая, да, твою страсть к метафорам, российский рынок, он как губка. Как губка, как пылесос, может быть. Ну, пылесос это еще лучше. Дима, что интересного может быть именно осенью на российском фондовом рынке, ну, при условии вот этих, что ожидания, да, которые мы сейчас говорим, реализуются все же. Да, инвестор наш, отечественный, пойдет активнее, и, может быть, даже иностранный капитал будет притекать. Что будет интересного здесь? Для инвестора наиболее интересным может являться рост рынка, то есть, если он видит... То есть, он будет, Россия именно в целом. Мы все-таки будем говорить о том, что, да, что называется, индексного роста не будет, а будут там какие-то отдельные отрасли. Ну, та же металлургия, опять-таки, да, если Китай даст для этого повод, или высокие цены на нефть будут поддерживать. Нефтянку нашу. Я думаю, что высокие цены на нефть, по крайней мере, до середины сентября, все-таки будут поддерживать, прежде всего, нефтегазовый сектор. Я думаю, что определенный потенциал есть там в бумагах, и они, в принципе, еще не отскочили, как могли бы от минимальных значений, которые были вот весной и начале лета. После середины сентября, когда мы уже обсуждали, могут быть различные события, которые приведут к коррекции цен на западных рынках. И здесь я думаю, что российский рынок вряд ли будет расти на этом фоне, но, по крайней мере, можно сказать, что, возможно, он не будет падать стремительно. Вот такая точка зрения. Когда коррекция на западных площадках начнется, то деньги, ну, по определению, да, будут искать какое-то применение и пойдут на развивающиеся рынки, в том числе на российский. Как к этой точке зрения? Я думаю, что в большей степени, скорее всего, деньги могут пойти в облигации, то есть в более консервативные инструменты. В целом, я думаю, что в данном случае, все-таки российский рынок в большей степени будет заложником вот этой ситуации. То есть, как и в свои собратья по Emerging Markets, мы, к сожалению, не выросли, так как западные рынки. Поэтому, собственно, вот эффект, скажем, низкой базы все-таки будет сдерживать нас от возможного серьезного падения, поскольку падать ниже уже некуда. Ну, практически, да. Да, да. Но думаю, что, конечно, в условиях, если на рынках начнется коррекция, то вряд ли это будет хорошими условиями для того, чтобы подрастать и на российском рынке, и на Emerging Markets. Я думаю, что вряд ли здесь будет какая-то вот именно такая вот дивергенция между нашими рынками. Олег, а вот учитывая все эти события возможные, как будет банковский сектор себя и в мире во всем, да, ну и в российской действительности себя чувствовать? На мой взгляд, банковский сектор себя будет не очень хорошо чувствовать, и с тем, что ФРС начинает сворачивать меры своего стимулирования. Соответственно, мы видим некоторое давление в акциях из западных банков и в российские банки в последнее время, если посмотреть, испытывают некоторые проблемы, связанные как со снижением темпов кредитования. И тут, я думаю, что банки, пожалуй, не самый хороший выбор для вложений, ну вот на эту осень, потому что... Ну, то есть, если мы говорим об опасности вот начала сворачивания, да, то есть первые, кто пострадает, это, скорее всего, как раз... Рост доходности облигаций, безусловно, да, вот на Западе мы видим, это же отражается на балансах банков, которые держат эти облигации. Соответственно, есть опасность того, что их финансовые результаты будут ухудшаться. Если я правильно помню, Мудис, агентство предупредило о том, что он может понизить рейтинги ряда ведущих американских банков в связи... В связи вот с этим, как раз, да? Ну, с ожиданием... С ожиданием ухудшения их финансовых результатов. И тут мы будем опять заложником тех процессов, которые будут развиваться на западных рынках. Если там финансовый сектор будет себя чувствовать достаточно плохо, то интереса и к нашим акциям банков не будет. Но это видно и, в общем, по их поведению в последнее время. И Завербанк, и ВТБ, и Альни. Спасибо огромное. Дмитрий Бединков, Олег Шагов. Вы сегодня в студии Сухого остатка. Мы, собственно, обсуждали текущую ситуацию, давали некие прогнозы на осень. Ну что ж, до осени осталось немного. Поживем, увидимся. До свидания. Успехов на рынке.